Двухбашенный процессорный кулер для производительных игровых систем. В этом видео мы распакуем процессорную систему охлаждения от компании ID Cooling с индексом SE207XT в исполнении Black. Устройство поставляется в фирменной коробке черно-оранжевой расцветки и комплектуется набором крепежа, усилительной пластины, запасными скобами для крепления вентилятора, набором минтов и втулок, кабелем-разветвителем, инструкцией и термопастой ID Cooling ID TG25. Внешне перед нами классическая двухбашенная система охлаждения высотой 157 мм, что позволит установить ее даже в корпуса стандарта Mini. Ширина и длина устройства 122 и 144 мм соответственно, а вес 1,3 кг. Две башни радиаторов пронизаны семью медными трубками. Размеры основания, в котором сходятся тепловые трубки, составляют 46 на 40 мм. Заявленный теплоотвод составляет 280 Вт. Между башнями установлен 120-мм вентилятор. Еще один такой же смонтирован с внешней стороны. Благодаря наличию запасного комплекта скоб, с другой стороны можно добавить третий вентилятор такого же диаметра. Но в этом случае высота модуля оперативной памяти не должна превышать 4 см. Длина кабелей вентиляторов составляет 45 см. И еще 20 см добавляет разветвитель для подключения трех вентиляторов к одному разъему на материнской плате или Реобасе. Комплектные вентиляторы построены на базе гидродинамических подшипников и оснащены антивибрационными накладками на торцах. Скорость вращения их крыльчаток регулируется автоматически посредством шин в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. При этом максимальный воздушный поток каждого вентилятора может достигать 76 кубических футов в минуту. А уровень шума заявлен в диапазоне от 15 дБ на минимальных оборотах до 35 дБ в пике. Как итог, ID Cooling SE207XT – это весьма эффективный кулер, который не требовательный в толщине корпусов системных блоков и стоит дешевле аналогичных решений из разряда High-End.